Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта и вот сегодня я подошла про полив рассказать и сразу хочу осветить еще один вопрос. Вернее даже не один, а много, несколько. Вот мне несколько раз уже зрители писали и подсказывают, что если обрезать вот этот вот круг, ну вот этот у стаканчиков, они будут мягкие и эластичные, можно их более плотно составить. Я так никогда не делаю и когда у меня спрашивают, почему я так никогда не делаю, я сейчас объясню. В маленьких 200 граммовых стаканчиках рассада сидит очень непродолжительный период. То есть смотрите, я ее распекировала 10 февраля. Так, 10 февраля, чуть больше полмесяца она здесь сидела. И видите какая ситуация, даже не сдвинутая и плотно, она же растет очень быстро, сеянцы уже начинают мешать друг другу. И это видеоролик еще и ответ на вопрос, сколько им сидеть в этом стакане, когда я буду их рассаживать, сейчас я все расскажу. Вот смотрите, листья уже, вот видите, вот этот лист, уже надвинулся на вот этот лист. Это даже без таких, без обрезания вот этих обручей стаканов, без вот такого вот уплотнения, им уже через 2 недели становится тесно. Они ведь в это время растут очень-очень быстро. Вы смотрите, тут многие листики, уже лист за лист, у них начинается жесточайшая конкуренция за солнце. То есть за место под солнцем, вот за этот свет. Каждый старается сверху прихлопнуть своего соседа, прикрыть, чтобы ему солнца досталось больше. Ну и тут такая же ситуация, видите, вот этот лист, он уже прикрывает тот лист и становится мало места. Просто это значит, вот это уже верный признак, что их пора или расставлять наоборот, тут уж не до разрезания этих кругов. Я говорю, что я никогда так не делаю, потому что наоборот их нужно разреживать. Чем реже они будут стоять, тем коренастее и крепче они будут. Вот в такой ситуации они сейчас начнут немножко как подвытягиваться. Вы понимаете, что этот этого накрыл, тот старается еще выше расти. И если рассада не толстоногая, не та, которая не склонна к вытягиванию, а вот такая вот, как вот у меня оказалась бета, почему-то она такая оказалась не толстоногая, она начнет быстро подвытягиваться. И вот именно из-за этого я никогда плотно их не сдвигаю, я никогда не обрезаю вот эти колечки у стаканчиков. Я сейчас наоборот, на следующей неделе буду даже их пересаживать, которые особо крепкие, особо уже такие выросшие, с такой хорошо развитой корневой системой. Я их буду переваливать в стаканчики 0,5. И когда в стаканчиках 0,5 они будут стоять, они опять будут расставлены так же редко, как и вот после пикировки. После пикировки они были расставлены, они же не мешали друг другу. Вот видите, у них уже корневая хорошая, она уже достигла не до дна, и по всем этим идет, их вполне можно уже рассаживать. И вот это ответ на вопрос, когда я начинаю перевалку. Я начинаю перевалку и по состоянию корневой системы, когда вижу, что уже весь грунт освоен, и он мог бы уже даже дальше распространяться, корень, и когда им в 200-граммовых стаканчиках стоять уже некомфортно, когда они мешают друг другу. Все свои действия, все вот эти манипуляции, пикировки и перевалки я делаю только исходя из внешнего вида растений, из состояния растений. Ой, потрогала, прям помидорами пахнет. Подхожу и смотрю. Вот сегодня начала про полив говорить, и заметила, что уже листья конкурируют, нахлопывают один на другого, загораживают солнце. Значит, на следующей неделе пора их рассредотачивать. Или, если вам некогда пикировать, я вот в прошлом году делала прием такой, смотрите, между двумя полными, ставила один пустой. Тут тоже еще один пустой, тут один пустой, чтобы вот эти вот томаты могли продолжать расправлять свои листья. И вот этот тоже. Если этот убрать, если пикировать вам некогда, вот этот уберите, поставьте просто пустой стаканчик. Тогда вот этим двум сеянцам можно будет еще порасти в стаканах. Все это, как всегда, индивидуально. Каждый ищет подход к своим растениям. Вот эти, видите, еще могут постоять, потому что они от растения до растения, есть расстояние. И вот эти видно, что они еще не мешают друг другу. Поэтому мы смотрим только по ситуации в лотках в своих. Эти еще недельку постоят, может, даже 10 дней. Эти постоят 6-7 дней, тоже нужно будет. А эти прям буквально завтра, послезавтра, в ближайший свободный день, я буду их переваливать, разреживать, короче. Все, до свидания.